Здравствуйте миллионы телезрителей. У меня есть роскошный стеклянный елочный шар. Вдохновенное изделие мастера. Конечно и про другие изделия, про оловянные, деревянные, можно сказать, что они вдохновенные. Но только к стеклу это относится в полной мере. Это вдох и выдох мастера стеклодува. Спросите вы меня, а сколько на Дону стеклодувов? А я скажу, один. И сегодня он у нас. Ивлев Александр Анатольевич. Здравствуйте. Александр Анатольевич, вы что угодно можете выдуть. И шар. Ну вообще-то я, как говорят, стеклодув, профессия моя так, стеклодув, приборист называется. Я, собственно говоря, занимаюсь непосредственно изготовлением приборовых стекла для ученых нашего университета. Какие-то специальные стеклянные? Нет, они бывают разнообразные. Какие задачи ставит непосредственно заказчик, ученый. Ну не томите, покажите что-нибудь. Я хочу показать. Ну с чего начинается изготовление любой продукции из стекла. Обыкновенно берется обыкновенная стеклянная трубка. Она бывает полтора метра длиной. Вот. Из ней натягиваются такие вот заготовочки, называется пулька. Из этой пульки вот это начало-начало всех стеклодувных работ. Из этого все делается. Все формируется. Шары, колбы всевозможные, холодильники там. Все-все-все. Вот основа, основа. Это стекло. На чем вы эту трубочку разогреваете? Разогреваю на специальных газовых горелках. Вот. Которые используют газ, кислород и воздух. В смеси этой. Под Новый год, собственно говоря, бывает изготовляешь непосредственное украшение для, ну, елочной игрушки. Вот. Вот непосредственно такая-то макушка. Ну она еще не раскрашена. Это, как говорит, игрушка-сырец. Вот. Но в основном вы делаете химическую посуду? Химическая посуда, да. А именно какая? Да у химических посудов посуда очень много названий. Пробирки, к вороночке, холодильники, колбы всевозможные. Ну вот. Хорошо. А почему вы их делаете? Нельзя купить у китайцев? Так дело в том, что можно все купить. Вот. Колба, колба, она, как говорят, стандартная. А есть нестандартное оборудование, которое необходимо изготовить. Вот, как говорят, ну вот у вас родилась какая-то мысль, вот я не говорю, а там о приборе. Химическая мысль? Да. Можно химическая, можно и обыкновенная. Вам захотелось выдать непосредственно, ну, какую-то фигуру такую, непонятную. Вы рисуете эскиз, и я, собственно говоря, вам ее изготовляю по вашему эскизу. И колбы студентам? Колбы студентам всего. Сколько колб в год бьют студенты? Ой. Об этом очень. Ну это сотни? Сотни, даже может тысячи. Почему одно стекло белое, а другое стекло желтое? Говорит. Стекло – это сплав оксидов, металлов, силициума-2? Силициума-2. А это основа основ, песок. Но для того, чтобы получить стекло, нужны сода, патош и всякие оксиды металла. Вот в данной ситуации вот здесь вот, вот этот, чтобы получить цветное стекло, добавляются оксиды там, кобальт, хром. Кобальт – это голубое стекло, хром – это зеленое. Золото, вернее, красное рубиновое стекло, вот которые, это вот непосредственно. Там золото, непосредственно золото добавляется, всплавляется, и золото дает такой… То есть вы делаете какой-то расплав сначала? Это я не делаю, это я в общем рассказываю, это я не делаю. Ну, желтенькое же делали? Да. Ну, это данное стоит. Этот процесс называется непосредственно илоризация. Напыление паров металла на поверхность стекла. И оно, получается, окрашивается такое, восстанавливается и окрашивается вот такой золотистый желтый цвет. Ну, судя по этой елочной верхушке, вы иногда делаете что-нибудь полезное в быту. Как игрушки, собственно, пошли. Елочные-то игрушки пошли от немцев в свое время, как вот там такое, как, говорит, существует бы, в Тюй-Тюрюньге этой у немцев. Там была очень развита вот эта стекольная промышленность, собственно говоря. То есть появлением елочных игрушек мы обязаны стеклодулом? Да, да, да. Непосредственно. И вот там получилась ситуация, не урожай яблок. Раньше на елоках яблоки, там что-то, груши, что-нибудь, тяпочки какие-нибудь. А потом пошло стеклодул, выдал форму яблока. Ну, вот, вон шар, вот. Нет, нет, ну, вот, 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 непосредственно, вот. Форму яблок. Его раскрасили. Раскрасили на него, кажется, и повесили. Как это могло получиться? Вот известен первый стеклодул, который это сделал. Я подозреваю, здесь без внука не обошлось. Он для внука, наверное, сделал, а потом... Первая задача, скорее всего, это пошло от алхинков. А-а-а. Вот, откуда пошло. Почему? Потому что, ну, химичка, говорит, ведь многие процессы химические невозможно сделать в металлической банке. И где-то что-то в таком, когда... Ведь химик еще должен непосредственно, что он должен, как говорит, сделать, он еще должен непосредственно видеть процесс, сам процесс работы. Вот. И, скорее всего, это пошло, как говорит, ну, как говорит тот же Ломоносов. Вот, как говорит, он химией занимался, а потом непосредственно уже... Это ж от него пошло, вот это цветное стекло. Он начал стекло варить, да, Ломоносов. Начал стекло в России варить. То есть он сидел, у него трубочка была, он там потихоньку выдувал? Нет, нет. Он сперва, сперва варил, как говорит, назывался смальта. Когда он вот эти... Вылаживает из таких кусочков стекла картины. Вот. Непосредственно вот есть такая картина, которая он... Полтавская битва. Вот. Это была он. Ее выложил непосредственно из кусочков стекла. Вот. Оттуда пошло. Я потом, собственно, начал развиваться. И так же непосредственно, как говорит, посмотрели. Как? Очень хорошо. Получается, что? Обратили внимание. Щелочи он не ест стекло. Температуру он ее держит. Вот сам процесс синтеза. Он непосредственно... Ну, как говорит, сейчас химик, алхимик. Он видит непосредственно в стекле. Собственно говоря, с этого все и пошло. Сравнительно дешевое. Да, и сравнительно дешевое. Но самое главное, что вещества... Многие вещества... Многие вещества... Ведь прежде чем их запустить в производство, допустим, непосредственно нужно в небольшом количестве сделать, а потом уже непосредственно запустить производство. Чем занимаются химики? Ну, а стеклодул у них непосредственно рядом находится. До алхимиков... Алхимики это средние века, да? До алхимиков стекло уже знали. Ну, а стекло... Стекло было... Были... Находили пять тысяч лет тому назад. Его находили еще в египетских пирамидах, у фараонов. Они что, стеклянные окна у них были? Нет, стеклянных окна. Ну, я не буду утверждать, но... Как, говорит, как гласит история вся, как, говорит, изобретели и не находили. Ну, это самое элементарное, как, говорит, описывает, говорит, финикийцы плыли, везли соду из Африки. И решили, ну, как, говорит, надо было остановиться. Взяли они куски соды, положили на песок, развели костер, поужинали там, легли спать. Утром просыпаются, о, Боже, слитки лежат прозрачно. Вот, как, говорит, начало, примерно, откуда оно так вот... Температура плавления там тысяча градусов? Стекол очень много стекол. Это что, допустим, это стекло, то стекло, стекло. Вот это стекло, чисто химическое стекло. Вот, а из, признаюсь, стекол, их может даже, да, ну, до тысячи сортов. Вот, и у каждого стекла предстоит свое предназначение. Можем взять немного соды, выйти на левый берег Дона, разжечь костер и получить стеклянную массу? Ну, грязную получите. Вы пробовали? Нет. Вы не пробовали? Нет, не экспериментировал. Стеклодува – это специальность? У вас есть диплом стеклодува? Да, да. Где вы учились? У меня прадед был, стеклодув. Вот. Это… На Дону? Нет. Ну, это, как говорят, вот история стекла в России, например, с 1848 года, когда непосредственно там в Тверской области, ну, вокруг Москвы стали формироваться, собственно говоря, заводы такие. Ну, вот. Ну, и там. Прадед и дед? Прадед, дед, отец, брат. И все стеклодува. И сын сейчас… Следовая только хотел добавить, вероятность. Сын стеклодува, он в другом институте сейчас работает. Как вы относитесь к тому, что постепенно в быту стекло заменяют другие небьющиеся материалы? Ну, в том числе, я не знаю, ну, вот наша юность молились хрусталют. Вот тут стыдно было не иметь хрустального предмета, да? А потом, ну, ладно, там в автоматах с газированной водой стоял мухинский стакан, мы его знаем, да? Он был стеклянный. А сейчас появляются вот… Ну, сейчас… Появляются пластиковые такие вот… Вы как относитесь к тому, что культура стекла? Я лично, вот, без, как вот, такой экстренной необходимости я им не пользуюсь. Пластмасса я не пользуюсь. Чай я пью, у меня колба химическая. В колбе кипячу, завариваю и пью непосредственно из стекла. Я почему его принес? У меня как бы какая-то такая антипатия к этим пластиковым стаканам ужасная, я не понимаю. Рубль стоит? Значит, когда используешь, надо выбросить. А начинаешь что-нибудь наливать, переворачиваешься, на природе ветер его сдувает. Так что мы не станем приглашать в гости изобретателя пластикового стакана. Зато как приятно держать в руках стеклянную вещь, пусть даже она и бьющаяся. Спасибо вам большое, что пришли. Хочу попрощаться с телезрителями и попросить, пожалуйста, миллионы телезрителей, напишите мне письмо. Мне никто не пишет письма. А если вы напишите, я потом через некоторое время смогу опубликовать переписку с друзьями. Можете написать по поводу увиденной передачи или вообще о чем-нибудь. До свидания, миллионы телезрителей. Субтитры подогнал Игорь Негода.